всем привет привет друзья привет знакомые привет родня привет подписчики привет все те кто иногда заходит на канал или случайно или периодич периодически всем привет еще раз о чем это видео и видео о том что после многих рассуждений сомнений разговоров мне все-таки удалось уговорить членов нашей семьи жену и детей а также нашу собаку открыть новый канал в стиле влог это канал о жизни нашей семьи и это видео будет как анонсом нового канала так и первым видео на новом канале уже ссылку на который я оставлю внизу в описании каждый раз когда мы приезжаем белоруссию к родни а также когда встречаемся с друзьями раньше жили здесь в риге в латвии а теперь живут за рубежом европе в америке в азии всегда риторический вопрос как жизнь как вам тоже как там вам живется в латвии да нормально нам живется как везде как у вас то что показывают по телевизору это совершенно не бывает совпадение но в основном это совершенно другая жизнь как из анекдота мама хочу то есть у нас например стране показывает с одной стороны у вашей стране по видимо с другой стороны так вот этот блок предназначен для того чтобы показать как живут в латвии простые люди на фоне нашей семьи простой латвийской семьи у которых отец то бишь я работаю моя супруга работает сын старше работает дочка учится а собака просто храняет наш дом этот канал будет о жизни нашей семьи о наших буднях не о рутинах на некоторых моментах конечно это не стиль за окном это просто видео о некоторых аспектах нашей жизни доме вне дома наши прогулки наше размышление наши покупки наши походы поездки путешествия наши праздники наше огорчение куча вопросов куча ответов вот об этом и будет наш канал первый канал просто филимонович который я веду один он продолжается и все проекты которые на нем они будут продолжены довезены до конца могут некоторые видео из него попадут в новый канал но не все только касающиеся нашей семьи остальное вы можете наблюдать на на том же канале если у вас есть желание вы можете подписаться и на новый канал знаете когда человек ведет один канал да и в семье это его интерес то это как-то неправильно все таки это семья вот очень хочется чтобы вся наша семья совместно вела какой-то один проект саморизовалась возможно где-то это есть теснение возможно мы будем получать критику от своих знакомых соседей друзей что вам делать нечего чтобы тут заняли занялись да нам может быть делать нечего где-то мне лично например хочется самореализоваться некоторых аспектах я вообще человек такой который интересует совсем понемногу загорается потом охладевает и разница между тематическим каким-то каналами таким каналом в том что здесь не становишься обязан кому-то чем-то ты просто ведешь свой дневник и и обязан только самому себе хочешь снимать снимай не хочешь снимать не снимай а то что кто-то увидит какие-то ну уже не показываем постельные сцены там как в ванне или в бане мы просто показываем жизнь чтобы люди видели и не боялись при своем желании открыть альтернативные каналы для самореализации для это же так интересно вообще вообще аспекты ютуба большие и возможности у него очень большие от хобби да возможно какие-то там заработков и у меня нету цели там анетизировать канал на миллионы подписчиков просто если у меня спросят зачем ты это сделал зачем ты его открыл ну во первых это надо было спрашивать когда открывал первый канал они когда этот на этот канал мне один вопрос чтобы наша семья более сплотилась и был один еще один общий интерес возможно через некоторое время те кто будут смотреть за каналом пойму что может быть их тоже это заинтересует ведь это так интересно какое-то время посмотреть что происходило что происходило с самим собой с нашей семьей ведь у всех у нас есть фотографии по крайней мере люди старшего поколения печатали их и много печатали и порой на праздниках мы открываем альбомы и смотрим их правильно это же лучший формат чем в электронном виде вот как вы сидите за столом например вы достаете компьютер и начинаете показывать слайд-шоу по фотографии в электронном виде не ну конечно можно достать фейсбук там одноклассников google диск начинает показывать но это не то когда вы достаете фотоальбом и раздаете все начинает смотреть совершенно другая атмосфера за столом разве не так но поскольку конечно прогресс идет вперед у всех есть телевизор у всех есть компьютер и смартфон может сказать да ну что там достал смартфон и посмотрел да конечно почему нет ну а скажем сидя за столом включайте телевизор и все смотрят в этот телевизор и мой какие-то моменты которые были те год назад два три месяц день даже так интересно так здорово да и конечно наверное будет какой-то момент неприятно то что неприятно когда стеснительный момент наверное когда ты будешь думать голове елки-палки видеть а что-то тебе думать до палом барабану что тебе думают люди реально всю жизнь думать о том что о тебе думают другие так сиди дома и не выходи никуда потому что одному понравится что и в сандалиях а другому это не понравится одному понравится что ты с галстуком другому не понравится это жизнь нельзя быть для всех одинаковым где-то где-то возможно в эту же философию название канала новый канал называется life is жизнь состоит как бы из двух слов английского и русского это показывает о том что мы целенаправлен не только на русскую публику как здесь как за рубежом но и на английском потому что принципе там не так много не будут конечно разговоры да но в основном это то как мы живем и для этого порой не нужен перевод мы супруги наблюдаем как живут люди на украине благодаря блогам белоруссии в россии в германии в австралии то действительно очень интересный это затягивает конечно если ты хочешь начинаешь смотреть канал уже начинаешь его с критики уходи не порти другим настроение смотри то что тебе интересен по другой тематике нижнюю то не заставляет смотреть тот или иной канал так и здесь стринать как живут люди ну ну посмотри ну пройди мимо ну поставьте там дизлайк или вилайк это не главное главное чтоб ты провел время при просмотре приятно вы знаете я впервые сам себя снимаю на камере вообще впервые снимаюсь вот так как бы много говоря да такое ощущение интересное я и передо мной глаз камеры надеюсь я привыкну как и все блогеры кстати я им не то что завидую я я поражаюсь молодцы мне так нравится влоги вот действительно молодцы ребята вот все молодцы никогда не ставлю дизлайк людям снимающих свою жизнь просто это своего люди перешагнувшиеся какую-то грань смогли перешагнуть это не так легко попробуйте снимите себя и выложите в сети действительно это 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 впечатляет вот значит по названию вам рассказал ссылка будет внизу заходите смотрите подписывайтесь наверно да подписывайтесь на сейчас как-то там не просто подписался и ушел на насчет куда колокольчик нажать я еще так толком не знаю ну вы же люди умные сами разберетесь если вам надо поставить на колокольчик чтобы получать извещение о новых видео заключение хочется сказать сегодня 9 мая 2020 года 75 лет великой победы великого народа над коричневой чумой я понимаю что этот праздник не для всех праздник но в данный момент я хочу поздравить всех жителей планеты для кого 9 мая это действительно день победы невзирая на все вот эти события которые происходят в мире этот вирус мы все равно сегодня поедем по нашим традиционным дорогам в парк победы а также на ивановское кладбище там где захоронены солдаты победы еще раз всех с праздником вам только добра здоровья и счастья всего вам доброго до новых встреч на новом канале и и Продолжение следует...